Давно хотел купить себе генератор сигналов, но как-то все откладывал, возможно потому, что дома имелась парочка простеньких моделей, ну или потому, что на самом деле не так сильно он мне и нужен был. Но после просмотра одного из видео, все-таки решил приобрести. Нашел вариант по самой низкой цене на момент покупки, заказал, получил, ну и немного протестировал, а также перепрошил под старшую версию. Собственно данный генератор не является новинкой, да и перепрошивка с младшей до старшей модели также уже давно известна, но решил, вдруг кому-нибудь пригодится. Магазин, где заказывал, выбирал исходя из минимальной цены на момент заказа, вышел мне он в итоге со скидкой и купоном в 84 доллара. 49, что на мой взгляд довольно неплохо. Сейчас цена вообще какая-то неадекватная, думаю в любом другом месте можно найти гораздо дешевле. Обычная цена на эту модель около 95 долларов, собственно столько он там и стоил без скидок. Через некоторое время забрал на почте коробочку, в которой был аккуратно уложен прибор, хотя на мой взгляд могли бы и проложить что-то мягкое над ним, потому как на верхней крышке отпечаталась ручка энкадера. Начну с технических характеристик, у меня младшая версия, старшая отличается максимальными частотами в некоторых режимах. Комплект поставки 1, генератор сигналов АТК 932 и 2, инструкция 3, блок питания 4, кабель питания 5, кабель БНК БНК 6, кабель БНК крокодилы. Инструкция представляет собой лишь описание того, как скачать нормальное описание. 1, 3, блок питания 5 вольт 2 ампера, имеется два варианта съемных вилок. Как я понял, буква Е в конце маркировки означает европейскую версию и отличие скорее всего как раз в наличии съемные вилки под евро розетки. 4, кабель питания USB 5, 5 на 2, 1 мм. 5, кабель БНК БНК, на самом кабеле маркировка РДЖА 58. 6, кабель БНК крокодилы. А вот и сам предмет обзора, в отличие от распространенных китайских генераторов сигналов, имеет вертикальную компоновку, но здесь уже скорее дело привычки. Внешне напоминает цифровой осциллограф. Довольно большую часть передней панели занимает экран, под ним универсальные кнопки, их назначение зависит от режима работы. На экран наклеена защитная пленка, потом я ее снял, потому как она давала заметные блики при фотографировании, но пока снимал, то было ощущение, что я отдираю поляризатор, даже потом посмотрел ее на просвет. Справа от экрана кнопки управления режимами, цифровая клавиатура для прямого ввода значений, пара кнопок включения каналов и переключения между их настройками и энкодер. 1. На правый бок вынесено два выходных разъема, а также входной, совмещающий в себе вход для модуляции сигналов и вход частотомера. 2. Слева выключатель питания, USB порт для подключения к компьютеру и вход питания. 3. Скажу сразу, питать устройство можно только через разъем питания, USB для передачи данных. В принципе все правильно, USB порт пока рассчитан на ток до 0,5, а прибор потребляет заметно больше. 3. Сзади просто куча вентиляционных отверстий и скажу, что сделали их так много не зря, в работе генератор не скажу, что горячий, но ощутимо теплый. 4. Имеется даже гарантийная пломба, которая конечно потом была разрезана, естественно не обошлось без разборки, тем более что для этого достаточно выкрутить всего 4 самореза и немного отжать пару защелок. Внутри конструкция разделена на две части, передняя панель с платой управления и задняя, где размещена аналоговая часть. Плата управления, в общих чертах аккуратна, но вот затертый чип выглядит как-то уж совсем дико. Некоторые кнопки имеют подсветку, реализованные при помощи светодиодов, при этом есть и пустые места, любопытно, под какую модель их планировали использовать. Здесь же есть дата ревизии печатной платы. Память, стабилизаторы питания, на втором фото чипы пром, позже я к нему еще вернусь. Вторая плата буквально напичкана компонентами, сразу в глаза бросается большое количество реле. Кроме того, здесь находится чип ЦАП, если я правильно понял, и флеш память, также выше виден чип 600-600 преобразователя и также со стертой маркировкой, дичь какая-то. Аналоговая часть, а также реле, отвечающие за переключение по диапазону в по напряжению. Больше ничего интересного внутри нет, потому дальше будет небольшое описание программной части и теста. При включении высвечивается логотип производителя и спустя несколько секунд генератор переходит в нормальный режим работы. Каналов два, настраиваются и включаются независимо, выбора канала для настройки путем нажатия на кнопку канала, включения, выключения, повторным нажатием. Есть режимы как обычного генератора, то есть, синус, меандр, импульс, шум, постоянный ток, так и с модуляцией, амплитудная, фазовая, частотная, ФСК, в этом случае сигнал можно модулировать от входного сигнала. Также есть варианты сложных сигналов, причем как предзаписанных, так и сформированных и добавленных из ПО, но ПО у меня не заработало, разбираться не стал, так как мне оно пока не интересно. Кроме того, можно формировать сигнал с плавающей частотой, где задается начальная и конечная частота и время изменения. Есть и частотомер, пробовал, работает нормально, но так как у меня нет эталонов частоты, то не тестировал. Отмечу лишь то, что в процессе измерения показания обновляются автоматически, если вход отключить, то довольно длительное время отображается последнее значение, что удобно. 1. Настройки работы каналов, здесь из полезного возможности изменения внутреннего сопротивления нагрузки в диапазоне от 1 Ом до 999,9 Ом, далее включается режим Hi-Z, то есть без нагрузки. 2.3. Общие настройки устройства. 4.5. Есть какая-то система помощи по режимам работы, но полезна она будет далеко не всем, так как все подсказки на английском, проще прочитать инструкцию. 6. Информация об самом устройстве, версия прошивки, серийный номер. 1. Первым тестом решил проверить самое простое, формирование напряжения. Прибор позволяет устанавливать на выходе напряжение в диапазоне 10 метров в десятив. 1. 10 метров. 2. 3. Те же 10 метров, здесь я заметил приличную болтанку, потому проверил в режиме Max, Min и не зря, напряжение плавает в диапазоне 9. 449-9. 480 метров. 4.9. Тесты при 100 метров, а также 1. 2. 5. 5. 7. 5. 10 вольт. Дальше все было заметно лучше в плане стабильности, но не в плане точности, ожидал что будет как-то получше. Так как генератор питается от 5 вольт, что может быть удобно при питании от повербанка с целью убрать гальваническую связь, то интересно было узнать потребление. В процессе проверки к выходам ничего подключения не было, с нагрузкой скорее всего будет потребление чуть больше. Кроме того, потребление зависит от выходного напряжения и режима, старался подобрать так, чтобы увидеть максимум. 1. Выходы выключены. 2. Включен 1 выход. 3. Включены оба выхода. Тесты проводились при помощи осциллографа Riegel DS1054Z. Он, конечно, имеет заявленную полосу всего в 50 МГц, что несколько маловато для тестов данного генератора, но он разблокирован под 100 МГц. Справа на экране генератора отображается форма сигнала, которая будет на выходе. Это удобно, кроме того, эмулируется даже завал фронтов сигнала по мере увеличения частоты, например, в одном и том же режиме, но при разных частотах график справа будет также отличаться. При миандре он отображается прямоугольником при частоте до 1 МГц, поднимая частоту он становится все больше похожим на трапецию. Проверка проходила с родным кабелем генератора, но попутно решил сравнить его с кабелем осциллографа. Для начала кабель генератора, а это кабель осциллографа в режиме 1.10 и 10.10. Видно, что в режиме 1.1 сигнал завален немного больше, при включении делителя картинка примерно такая же, как с родным кабелем генератора. Меандр с частотами 1,10,00 копейки ГЦ и 1,10 и 15 МГц. Фронт сигнала не зависит от частоты, слева при 1 копейка ГЦ, справа при 10 МГц. Синус на частоте 1 копейка ГЦ и 10 МГц. Синус при выходном напряжении 20, 10 вольт и 100,10 метров. Видно, что при минимальном напряжении сильно заметны шумы, шумит скорее всего вход осциллографа, пробовал питать генератор от повербанка, разницы нет. Сложные сигналы, здесь просто для примера, тем более, что их и большее можно добавлять самому. Разные виды модуляции, М, ПМ, ФМ, ФСК. Ради интереса проверил работу двух каналов одновременно, как я писал, параметры вывода каждого из каналов можно выбирать полностью независимо. Кстати, здесь возникла небольшая накладка, щуп был в одном режиме, а настройка осциллографа осталась для другого режима, но думаю, в данном случае это не принципиально. Ключевое отличие моделей АТК-932 и АТК-962 заключается в максимальной выходной частоте в режимах синуса, меандра и импульса. У меня младшая модель, соответственно максимум, что я могу получить это 30, 15 и 15 МГц. Но есть возможность разблокировать прибор, превратив его в более старшую версию. Для этого надо выпаять чип и пром, выше я его показывал, считать его содержимое, а затем изменить одно значение с 3 на 6, оно выделено красным и записать данные обратно в чип. Если не уверены или боитесь, то можно просто считать родной чип, изменить данные и записать в другой чип, а родной положить в коробочку, чип в SO-8 корпусе, у меня такой панельки не было, потому пришлось припаивать проводки к выводам и так подключать к программатору. После перепрошивки я получил в указанных выше режимах частоты 60, 20 и 20 МГц. Не скажу, что мне это было сильно нужно, но если можно, то почему бы и нет. Естественно в этом случае вы лишаетесь гарантии и можете вообще сломать прибор, потому все действие только на свой страх и риск. Но и в работе, 1, 2, синус 45 и 60 МГц, 3, 4, меандр 20 МГц в разных режимах. Конечно вы спросите, а чем я пользовался раньше? Есть у меня самодельный генератор, а точнее, не только генератор. Собирал я его примерно в середине 90-10, ну или около 25 лет назад и кстати он до сих пор работоспособен. Внутри мрак, пыли, в общем все грустно. На фото не попал резистор установки частоты, многооборотного тогда не нашел, поставил обычный плюс верниер от переносного телевизора. 1. Вид спереди. 2. Вид сзади, видна теплая ламповая цифровая шкала частотомера, а также какая-то плата перед ней, но вот не помню что она делает. 3. Блок питания и формирователь времени отсчета. 4. Аналоговый генератор до 100 копеек ГЦ, схема из журнала Радио, помню что искал лампочки к нему. Они стоят в цепи ОС, переключение диапазонов при помощи реле, которые управляются от галетника, также можно переключать и выходное напряжение. 5. Под платой частотомера виднеется формирователь входного сигнала. 6. Преобразователь напряжения частота для использования приборов в качестве вольтметра. Еще планировалось поставить высокочастотный делитель на вход, вытравил и почти спаял плату, но потом передумал. Выводы. Ну в общем могу сказать, что я доволен, а особенно после того, что получилось сделать из него более старшую версию, странно только одно, почему ПО не видит прибор. Не то чтобы я как-то от этого сильно страдал, но все-таки. Если коротко для большинства применений более чем достаточно, а если недостаточно, то значит вы профессионал высокого уровня и мой обзор вам не сильно нужен, так как нужна будет совсем другая категория приборов. На этом у меня на сегодня все, надеюсь что было полезно. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Спасибо. 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 Спасибо.